Две крестьянские семьи поссорились и пришли выяснять отношения в суд. Для каждой из сторон это важный момент, но служители Фемиды скучают. Лишь один судья, выделенный лучом света, заинтересованно слушает. Картину «Волосной суд» художник Михаил Иванович Зощенко, отец известного писателя-сатирика, создал в 1888 году, за год до реформирования крестьянских судов в России. Интерес к реальным судьбам и повседневным событиям – главная черта творчества художников-передвижников. 33 картины из фондов Государственной Третьяковской галереи самарцы могут увидеть в мраморном зале областного художественного музея. Открыла выставку «Передвижники. Образ эпохи» гендиректор галереи Зельфира Трегулова. Она отметила, что это новый этап взаимодействия между знаменитой Третьяковкой и самарским музейным сообществом. Самара – удивительный город, миллионный город, в котором живет огромное количество людей, которые привыкли ходить в музеи, которые привыкли читать книги, смотреть кино. Это город технической интеллигенции. Самарский художественный музей, обладающий фантастической коллекцией живописи второй половины XIX века и несравненной коллекцией русского авангарда, всегда являлся одним из главных партнеров Третьяковской галереи. Творчество передвижников было разным. Это и бытовые картины, сцены из жизни людей разных сословий и поколений и портретная живопись. Художники изобразили на полотнах многих известных деятелей науки и культуры. Например, вот этот портрет Петра Ильича Чайковского, написанный незадолго до смерти композитора, стал уже каноническим. В экспозиции есть и работы художников, малоизвестных современному зрителю. Здесь каждый зритель может найти для себя и известное полотно, которое он узнает, это всегда приятно, и открыть для себя нового художника, картину, которую никогда не видел и не мог увидеть, потому что некоторые из полотен специально отреставрированы к выставке, они никогда не покидали фонды, так что вот самарцы будут первыми зрителями, которые их увидят. Выставка продлится до 17 января следующего года. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.